Жуки и бабочки Обитают практически везде, кроме морей. По-научному жуков называют отряд жесткокрылых. У жуков два верхних крылышка, которые называют передними. Жесткие. Они прикрывают мягкое брюшко жука. Во время полета жуки их приподнимают. Научно их называют надкрыльями. А два задних крыла, нижних, тонкие и прозрачные. Именно с их помощью жуки и летают. Формы и размеры жуков разнообразны. Встречаются жуки, которые не могут летать. Тело взрослых жуков, как и всех других насекомых, состоит из трех основных отделов – головы, груди и брюшка. Усики у представителей разных семей жуков тоже различны. Они могут напоминать ниточку, пластинку, быть гребенчатыми, незаметными или длинными. Например, жук-усач или дровосек. Имеет усы, которые превышают длину его тела. К усачам относится самый большой на свете жук – дровосек титан. Он имеет длину около 18 см. Второй по величине – жук-геркулес. Длиной около 16 см. Они с трудом поместятся на вашей ладошке. Свои названия жуки получили в честь героев древних мифов – боков. Самым большим жуком Европы считается жук-олень. Оленем жук назван за непомерно огромные челюсти самцов, похожие на рога настоящих оленей. Окраска жуков различная. Чёрная, красная, голубая, зелёная, золотая, с блеском или предостерегающая. Всем вам хорошо известна божья коровка, которая своим ярким видом говорит, что она ядовита. А жук-нарывник даже название своё получил – заедкое вещество, которое может вызывать зуд и нарывы. В зависимости от того, какое время жуки охотятся, их разделяют на ночных и дневных. Ночные жуки охотятся ночью, а днём отсиживаются в тёмных укромных уголочках. Об образе жизни жука можно судить по форме его тела и лапкам. Есть роющие жуки, например, скоробей, плавающие, лавунец, бегающие, жужелицы. В зависимости от места обитания различают водных и наземных жуков. Наземных жуков вы встретите на лугу, в лесу, в парке, на огороде. По названиям некоторых можно даже узнать, когда они появляются. Так отдайтесь, в какое время летает майский жук? Июньский хрущ. Водные жуки заселяют обычно пресные водоёмы. Жук-большой водолюб любит стоячие воды, заросшие водными растениями. Жук-плавунец умеет летать и передвигаться по суше, но охотится в воде. Он один из лучших пловцов. Жук-вертячка, когда плывёт, может смотреть одновременно вверх и вниз. Его глаза разделены, и кажется, что их четыре. Его легко узнать. Плавают они кругами и очень быстро. По характеру питания бывают жуки-хищные. Например, жужелицы из кокуны. И растительноядные – листоеды. По названиям можно догадаться, какие растения они любят. Осиновый – листоед, желудёвый – долгоносик. В наше время во всём мире знают колорадского жука. Когда-то совсем неприметного. Но в середине XIX века очень ему понравился картофель, который выращивали в американском штате Колорадо. И переселился он с дикорастущих растений на культурные. С тех пор он получил своё название – колорадский. А люди ведут с ним непримиримую борьбу на полях и огородах. Некоторые жуки стали жить совместно с человеком. Кожиет повреждает зоологические коллекции в музеях, портит обувь, ковры. В мебели может поселиться мебельный точильщик. Запасы пищевых продуктов повреждают мучной хрущак. Стены деревянных домов разрушает домовой усачь. Жуки относятся к насекомым с полным превращением. Это значит, что из яйца у них выходит личинка, которая превращается сначала в неподвижную куколку, а затем уже во взрослое насекомое. Взрослые жуки не линяют и не растут. А теперь отправимся в мир бабочек. Многие народы восхищаются этими насекомыми. У древних греков бабочка считалась символом души. В Китае она означает «радость», в Японии «счастье». Ученые многим бабочкам дали имена греческих героев. Например, Икар, Галатея, Аполлон. Тело бабочки, как у других насекомых, состоит из головы, груди, брюшка. На голове хорошо заметны крупные глаза. С помощью хоботка бабочка высасывает нектар. Когда бабочка не пользуется хоботком, она сворачивает его и прячет. Усики – органы обоняния и осязания. Хорошо улавливают запахи, особенно у ночных бабочек. На груди три пары ножек и две пары крыльев – передние и задние. Крылышки бабочки покрыты особыми цветными или блестящими чешуйками. Из-за этого их научно называют чешуя-крылые. Если тронуть крылышки, то чешуйки сотрутся, и бабочка не сможет летать. Многие бабочки – красавицы. Но есть среди них и неприметные. Зимняя паденница больше похожа на комарика. Но это тоже бабочка, только не способная летать. Она только бегает. И маленькая невзрачная моль, которая любит селиться в наших домах – тоже бабочка. Потому как бабочка держит крылышки, когда не летает. Их делят условно на две группы. Если сложенные крылышки похожи на плоскую пластинку – это дневная бабочка. Если напоминают треугольный шалашик – ночная. Бабочки, как феи, умеют превращаться. Сначала из яиц появляются гусеницы. Они активно питаются и растут. Они могут быть яркими и незаметными. Покрытые волосками и гладкие. Дышит гусеница через отверстия, которые расположены по бокам тела. Гусеница превращается в куколку. Внутри нее развивается бабочка. У некоторых бабочек куколки находятся в особых коконах, сплетенных из паутины. Наконец, из куколки появляется взрослая бабочка. Мокрые крылышки ее должны высохнуть и вытянуться. И вот бабочка совершает свой первый полет. Летают бабочки, взмахивая одновременно передней и задней парой крыльев. Быстрее всех летают бражники. Они развивают скорость до 50 км в час. Почти как автомобили. Взрослые бабочки питаются в основном нектаром. Но можно увидеть, как некоторые пьют сок берез или плодов фруктов. А вот у бабочки паденки даже рта нет, потому что живет она всего несколько часов. За это время надо успеть все. Вывестись из личинки, взлететь, найти себе пару, отложить яички и умереть. Есть просто некогда. Дневные бабочки летают днем, а ночью отсиживаются в трещинах кары деревьев или под листьями. Они хорошо различают цвета. Ночные бабочки наоборот. Ориентируются они с помощью органов обоняния. Среди бабочек есть настоящие путешественницы. Они перелетают огромными стаями на большие расстояния. Так же, как многие птицы, спасаясь от холода и голода. Самые знаменитые перелетные бабочки – монарх и репейница. Монарх во время перелета преодолевает около 4000 км. Каждый год они перемещаются с одного континента на другой и возвращаются на прежние места размножения. Зимуют они на деревьях, плотно их облепив. Бывает, что стволы деревьев становятся цветными, а ветви ломаются от огромного числа бабочек. Репейницы способны перелететь океан. Известен случай, когда репейницы во время путешествия тучи приземлились на теплоход, облепив все приборы. Судно потеряло ориентацию и натолкнулось на подводную скалу. А вот бабочки-адмиралы мигрируют поодиночке. От врагов бабочки спасаются по-разному. Одни умеют прекрасно прятаться. Например, крылья стеклянницы лишены чешуйок. Они прозрачные, как кусочки тонкой целлофановой пленки. Попробуй, найди. Другие пугают своей воинственной предупреждающей раскраской. Рисунок на их крыльях часто напоминает глаза. Бабочка-павлиний глаз считается одной из самых красивых. Шмелевитки напоминают шмелей. Многие бабочки ядовиты. Таких бабочек птицы быстро запоминают и не трогают. Среди наших бабочек ядовиты пестрянки и медведицы. Одни бабочки для людей безобидны. Другие приносят вред. Например, моль, которая живет в домах и питается шерстью. Или огородная совка и капустная белянка, которые повреждают растения в огородах. И все же люди не перестают восхищаться бабочками. Самые огромные бабочки в мире живут в тропиках. Там, где всегда тепло и растительность разнообразна. И в нашей стране встречаются великолепные экземпляры. Например, махаон и хвостоносец маака красотой не уступают своим тропическим сородичам. Есть в мире бабочки великаны, такие, как птицекрыл королевы Александры. Размах ее крыльев достигает 30 сантиметров. Больше, чем у некоторых птиц. Даже имя свое она получила в честь английской королевы. Эту бабочку разводят на специальных фермах, для того, чтобы их численность в природе не сокращалась. Я думаю, что каждый из вас может встретить в природе удивительных бабочек и жуков. Учитесь любоваться и наблюдать. На этом наш урок закончен. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok